здравствуйте сегодня я дам ответ на вопрос был ли ранее при советской власти 30-40 лет назад сыр вкуснее сыр производимый на территории советского союза ответ даю сразу добыл это абсолютно не субъективное мнение а результат анализа объективных факторов потому что вы знаете вкус у каждого разные можно до хреботы в горле спорить о вкусах это бесполезно но я обращаю ваше внимание на два основных фактора которые привели к на мой взгляд ухудшению органолептики сыра первый момент сыр в советском союзе внимание созревал без пленки он созревал голенький я застал этот счастливый момент когда 25 лет назад я попал на первое в своей жизни сыр комбинаты сыр лежал на полках первые 7 15-20 дней вот его протирали он покрывался плесенью внимание весь покрывался плесенью он дышал происходили активные процессы газообмена и тот вкус и аромат которым наполнялся сыр безусловно нельзя сравнить с сыром который сейчас производят на всех комбинатах . что важно отметить на комбинатах не только украины современной а и на комбинатах всей европы я вам приведу один пример а вы поймете почему это пример так важно смотрите к нам приезжает один из лучших голландских технологов и проводит собственно мастер-класс мастер-класс пытается научить нас увеличивать выхода и скажем так оптимизировать созревание полутвердого сыра очень важно сыр который производился в советском союзе 99 процентов сыра это полутвердые сыры несмотря на надписи которые вы до сих пор видите в магазинах сыр твердый это не твердый сыр это сыр полутвердый российский голландский буковинский звенигородский все 124 вариации российских и голландских сыров это все сыры полутвердые вы возьмете любой кусочек этого сыра нажмете на него пальчиком и поверхность его будет продавлена это не пармиджано-риджано это не золотая линия которая выдерживается годами это полутвердые сыры такие сыры в европе потребляются очень мало практически это скажем так сыр для бутербродов и то скажем в италии вы знаете бутерброды предпочитают делать с той же моцареллы моцарелла помидор великолепный багет так вот в советском союзе производя полутвердые сыры сыроделы не использовали пленку как и во всем мире соответственно сыр голенький созревал в сырохранилищах покрывался плесенью происходил прекрасный газообмен с окружающей средой и вот эти все плесени грибки простите за слово да и грибки тоже которые покрывали поверхность из которой как бы все сыроделы боролись они давали тот неповторивый вкус и аромат который теперь до более уже 20 лет безвозвратно утерян я не хочу оскорблять заводы ну называя их скажем название да все заводы стали делать одинаково невкусный сыр опять-таки в сравнении с тем который был раньше и так первая причина раньше был афинаш сейчас афинаш обнулился афинаш равен нулю вот тот самый голландец который проезжал он говорил нам ребята для полутвердых сыров уже вся европа наши этого не знают а вы теперь знаете использует одну температуру созревания и одну камеру нету варьирования для полутвердого сыра даже первые там две недели созревания и последующие там месяц два три больше нормальный полутвердый сыр не созревает если он хранится дольше это означает что сыр замечательный но как я вам уже говорил из опыта отечественных сырных компаний попытка продать его в сроках больше трех четырех месяцев приводит к массовым возвратам потеря лояльности потребителей и появлению горького скользкого вонючего сыра не характерного для данного вида сыра аромата в на полках наших магазинов вот просто не хочу говорить об этих предприятиях потому что каждый больше или меньше этим грешил речь идет о тысячах тонн так вот европейцы настолько считают этот сыр посредственным простым полутвердым вот типа тильзита российский голландский он же эдам да гауда молодая что они просто не заморачиваются и у них он скажем настолько массовый ну я не знаю чем даже сравнить может быть с какой-нибудь там ливерной колбасой да вот многие ливерную колбасу любят моя мама вареники с ней делала но это недорогая колбаса для бедных людей и в принципе нет особо речи о том чтобы гурман насладился вкусом ливерной колбасы на 50 процентов состоящий скажем из отхода других колбас то же самое с полутвердыми сырами это небольшой сегмент в странах с развитой культурой потребления сыра он постоянно падает и буржуи к нему относятся таким образом что унифицировали технологию производят его из качества молока закрытыми глазами и внимание созревает он при одной температуре пакуется в одни пленки и в принципе на нее внимание даже не обращают да кстати и чтобы закрыть вопрос этой новостью надо же сказать что смотрите как было раньше в там 30-40 лет назад перед отгрузкой сыра то сыр парафинировали если он слишком сильно покрывался плесенью его тоже пытались парафинировать соответственно это и был единственный защитный сплав мало того угадайте в какую тару такие головки сыра грузили дай бог чтобы картонные я лично таскал деревянные ящики с некоторых заводов которых было по четыре головки сыра проложенной обычной пергаментной бумагой или чуть ли не газетами прокладывали в парафине его везли в машинах парафин осыпался он плесневел но он был живой он дышал видите какое пересечение с программой почему не списает магазинное молоко те же самые причины не было технологий продукт был более-менее живой и внимание он был вкусный да было огромное расслоение между великолепным сыром и откровенно бракованным сыра не хватало мог попасть и той другой о чем мы сейчас говорим с вами да мы говорим о качестве получается что раньше сыр был внимание не качественный потому что перепад между самым хорошим и самым большим был огромный а сейчас какой а сейчас наши комбинаты производят внимание качественный продукт но не вкусный я хочу чтобы в это определение запомнили никогда вот никогда всегда его использовали потому что еще раз качество это не вкусный не вкусный качество это одинаковый сейчас наши комбинаты ведущие наши лидеры производят одинаковый сыр если они потом не косячат отгружая его перезревшим либо вначале недозревшим то сыр действительно намного более одинаковый но это есть качественный чем ранее но ранее был вкусный говоря вкусный я говорю о богато сформированной органолептики под воздействием внешней среды максимум что было картонный ящик парафин иногда осыпавшийся что сейчас что произошло 20-30 лет назад чуть больше американцы придумали специальную многослойную барьерную пленку этот сыр сразу же после рассола раньше даже вы знаете были камеры обсушки в них сыр стоял сутки двое трое иногда больше в советском союзе были машины сушильные куда пропускали сыр для того чтобы он подсох я должен это сказать вот первый завод который назову это гадяч была анекдотическая история когда гадячский сыр комбинат полтавской области лет 10 назад он не прошел сертификацию российских ветеринаров знаете почему сидите на своих местах потому что у него они не обнаружили камеры обсушки эти ребята умнички золотые они настолько отрегулировали паш и технологию в рассоле что у них сыру достаточно было аптечном 10-15 минут и они его брали в пленку еще раз полутвердый сыр не предусматривает какого-то глубокого и афинажа и какого-то разнообразия вкуса знаете как второе его название этих всех российских и голландских сыров сидите это кормовые сыры им народ кормят поэтому ем ли я его когда конечно иногда хочется именно вот такого легенького или там кисленького российского или со стринкой голландского ведь это вкус моего детства меня мама отправляла в магазин и говорила купи 300 грамм сыра помните не говорила какого дай бог что хоть какой-то был 300 грамм сыра и вот теперь кстати байка про голландцев я подколол этого самого голландца который вам рассказывал фразой герд дорогой а что же то у вас россияне что не делают у них автомат калашникова а голландцы что не делают в нидерландах у них все гауда да гауда зрелая незрелая твердая мягкая с трюфелями с песта с шместа слушайте кто был в амстердаме обратите внимание 90 процентов сыров магазинах это гауда либо гауда с низким содержанием влаги либо с высоким если содержание влаги низкой то выдержка приличная вот типа старый амстердам это очень даже замечательный сыр это очень вкусный сыр но принципе согласитесь однообразно да и он сказал что да они это знают голландцы очень непровередливы в еде поэтому 100 200 лет назад это уже как анекдот ходит у них легенда по голландии скажем буржа приходил в магазин и говорил дайте мне сыра узнаете как в советском союзе мы и продавец спрашивал какого сыра тебе дать тут да какого хочешь такого да гауда подойдет подойдет соответственно спрос рождает предложение до законной экономики продавцу производителю было выгодно производить качественную классную гауду они ее и производили нет вариации были в каждом районе и скажем дам от гауды если не сильно отличается то там сыры смытой коркой в общем смотрите давайте коротко голландцы могут производить любой сыра не умеют но делают это на экспорт а сами потребляют свою гауду и не заморачиваются прямо как в советском союзе теперь смотрите вторая причина соответственно смотрите еще раз по первой при отсутствии афинажа сыр созревает в пленке газы уходят через пленку слава богу позволяет ему не вспухать но уже того обмена газами с окружающей средой не происходит происходит односторонняя связь газ образовался бактерии скажем померли и он вышел через барьерную пленку обратно ничего не пускается точка минус второй момент второй момент как передачи почему сказать молоко если еще даже вы знаете 15 лет назад была для сыра щадящая пастеризация выбирали 70 72 градуса если было молоко тяжелое брали 74 76 то сейчас как все как в передаче я вам рассказывал почему не взять бензин и молоко это двойная пастеризация практически молоко добивается до смерти а теперь чизбрейк недалекое прошлое вот он советский союз во всей красе бутылки с молоком которая туда два дня хранится вот сыр плавленый огромное количество видов твердый тоже есть на плакатах есть для иностранных туристов которые изучают жизнь по плакатам сыр плавленый на любой вкус вы знаете даже фольгой не были запаяны пачки пастообразного компания человек 20 ложками вынимала плесень чтобы потом закрыть крышечкой опять дать потребителю даже для этого нужно было такую очередь выстоять огромную но на плакатах замечательно пока половина народа строит беломорканал вторая половина стоит в очередях а один-два процента номенклатурщиков и пус академики конечно же деятели и хитро сделанные прекрасно питаются это три километра от окружной дороги и неважно какой москвы киева или питера да безусловно для номенклатурщиков были даже специальные подразделения на заводах молочных которые делали специальную продукцию сколько это было процентах ноль целых не знаю там одна десятая одна сотая но все это было не для простых людей чем не менее представляете даже плавленый сыр с рекфором существовал в баночках стеклянных для брежнева наверное вот такая была жизнь ну и завершение этой истории сегодняшней две новости хорошая и плохая и так хорошая украинские производители научились делать простые для всего мира кормовые да и для нас тоже частично полутвердые сыры они не уступают по качеству польскому да любому другому там постсоветскому и восточноевропейскому нет не уступают но проблема в молоке это вторая новость соответственно как вы уже догадались при молоке которые на 30 40 50 процентов дешевле чем украинская конечно же потребитель украинский без всякого патриотизма будет покупать польское молоко польские йогурты и польские сыры потому что они делают такой же сыр на таком же оборудовании плюс минус даже немножко лучше и то тот вкус тарганолептика которая была раньше утеряна безвозвратно механизация автоматизация качество процессов привело к тому что при более низкой стоимости сырья наши комбинаты обречены они это знают так что будем уповать на волю господню и может быть на какое-то правительство которое хотя бы применит то что сто лет назад применяли британцы и американцы именно заградительные меры по импорту другого пути нету с вами был максим залезняк всего вам самого хорошего и до новых встреч